Арина Лукьянцева Катание на коньках возникло в Древней Норвегии, где оно использовалось для передвижения по замерзшим рекам и озерам. Первые коньки были сделаны из животных копыт и имели форму, похожую на нынешние хоккейные коньки. История катания на коньках в России начинается в XVIII веке. Первые упоминания связаны с именем Петра I. Именно он, увлеченный западноевропейской культурой, вез на Русь европейские коньки и организовал первый контрольный заезд в 1702 году. Отсюда же пошла традиция устраивать катание на коньках на различных торжествах и церемониях. В XIX веке катание на коньках стало популярным развлечением для всего населения. Благодаря развитию промышленности появились доступные по цене коньки, и каток стал обязательным элементом любого городского парка. В 1950-х годах были созданы первые крытые ледовые арены, которые позволили кататься на коньках круглый год. Создание специальной инфраструктуры привело к тому, что люди начали кататься на коньках все чаще и чаще. Сейчас катки есть повсеместно, в том числе и в городе Видное. Крытый каток на стадионе «Металлург» пользуется большим спросом у населения. Хоккей является одним из самых популярных видов спорта в России, и наш Ленинский городской округ не стал исключением. Хоккей – это командный вид спорта, который возник в Канаде в XIX веке. В конце века появился и в России, но его развитие началось только в 1930-е годы. В 1946-м была создана первая официальная лига – чемпионат Москвы, а затем национальная сборная России сыграла свой первый международный матч. В 1950-е годы хоккеисты СССР стали сильными участниками международных турниров. В 1954-м году они выиграли свой первый чемпионат мира, после чего доминировали и на следующих турнирах. Узнаем у старшего тренера Алексея Котова, чем же так привлекателен хоккей. Хоккей – мужской вид спорта, в котором присутствует много силовой борьбы. Настоящие хоккеисты – они сильные, мужественные, такие брутальные. И поэтому, ну, вообще у нас в стране очень модный хоккей. Сейчас все играют в хоккей в любом возрасте, в любом уровне. Поэтому много детишек с ранних лет хотят заниматься именно хоккеем. В хоккей можно прийти, конечно, не в два года. Есть ребятишки у нас, которые приходят и в три года, и есть также ребятишки, которые приходят в 12 лет. Начать заниматься хоккеем, на самом деле, можно в любом возрасте. Было бы желание. А как часто проходят тренировки? У нас проходят тренировки каждую неделю. Это вторник, среда, четверг, пятница. А по субботам и воскресеньям мы организовываем различные турниры, мероприятия, игры для детей разных возрастов, разного уровня. Девочек, кстати, тоже очень много приходит. И многие девочки даже впоследствии уходят из фигурного катания в хоккей. Вообще в правилах прописано, что девочки, они могут даже заниматься до 12 лет, до 12-летнего возраста, в мужских командах. То есть, например, если команда 2014 года, вот, например, им 9 по 9 лет, то девочка может участвовать в этой команде, будучи на 2 года старше. То есть ей 11 лет, и она может числиться даже по официальным документам в этой команде и участвовать в соревнованиях. Просто потом, после 12 лет, там уже идет разделение, и девочек уже распределяют именно в женские команды, которые участвуют уже в своих соревнованиях. А так, очень много девочек, которые вот сейчас играют в сборной России, в молодежной сборной России. Большинство из них, они свой путь начинали вот именно в мальчишеских командах. Я уверена, что среди наших телезрителей есть люди, которые сомневаются, не знают, стоит им идти в хоккей или нет. Что вы можете посоветовать? Чтобы не сомневаться, нужно просто прийти попробовать. Попробуйте, я уверен, что им понравится и захотят продолжать. Ну, а не понравится, так не понравится, ничего страшного. Ну, попробовать в любом случае стоит, в любом возрасте и в любом, в любое время. На самом деле, я бы посоветовал мамам не бояться. Ну, и потом в три года, ребятишки, в три-четыре года, они еще с шайбочкой не занимаются. У них другая программа, они в основном просто катаются, получают объем катания. Ну, а если вдруг ребенок будет плакать, распускать слюни, что мне попали шайбы, я бы маму посоветовал дать поподку и сказать, иди дальше занимайся. Ну, не рассусюкиваться с ним. Современная сборная России считается одной из сильнейших в мире. Она выигрывала чемпионаты мира и Кубки мира несколько раз. Россия также является отличным кадровым центром, из которого выходят многие известные хоккеисты, такие как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров и другие. И, по словам старшего тренера, вполне возможно, что будущие чемпионы сейчас растут и в видном. У каждого ребенка, который здесь занимается, определенно есть будущее, есть шанс пробиться в национальную сборную, в клуб КХЛ и так далее. Но это все зависит не только от тренера, но и от самого ребенка. Насколько он готов пожертвовать, например, своим свободным временем, чтобы посвятить лишний час спорту. Насколько он целеустремленный, насколько у него он будет проявлять свой характер. Пожалуйста, начать можно хоть в 12 лет и дойти до уровня команды НХЛ. А можно прийти в 3 года, а в 18 лет закончить. Завершая тему хоккея, стоит отметить, что дирекция катка совместно с тренерами старается устраивать многочисленные локальные игры. На них происходит наигрывание составов, связок игроков, готовятся всевозможные тактические командные заготовки и так далее. То есть делается все, чтобы ваш ребенок смог достичь высших результатов. Кстати, если вам, как взрослому человеку, захочется самому погонять шайбу, подходящий вариант найдется. Нужно всего лишь обратиться на рецепшн катка. Ну а мы двигаемся дальше. А теперь мы переносимся в секцию фигурного катания. Золотой век фигурного катания в России пришелся на 1960-е и 80-е годы, когда Советский Союз стал одной из ведущих держав в мировом фигурном катании. В эти годы была создана мощная система подготовки спортсменов, которая включала широкую сеть специализированных школ и тренеров. Сборная СССР имела превосходство в мировом фигурном катании, выигрывая множество золотых медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Российские фигуристы продолжали показывать выдающиеся результаты и после распада Советского Союза. В современной России фигурное катание остается популярным видом спорта и имеет достаточно сильную поддержку. В нашем Ленинском городском округе работают несколько профессиональных тренеров, которые со всем усердием передают свой опыт и талант юным спортсменам. Мы попросили художественного руководителя спортивного балета на льду «Арт энд Айс» Елену Грязеву подробнее рассказать о том, что нужно для занятия фигурным катанием и в каком возрасте лучше начинать делать первые шаги на пути к мастерству. Расскажите, с какого возраста можно заниматься фигурным катанием? Ну, обычно деток у нас приводят от трех лет. Также бывает приводят уже те, которые попозже, ну, попозже, постарше. Это уже примерно около шести лет. А какие виды фигурного катания представлены? В нашем клубе основной вид – это, получается, одиночное катание, где дети выступают на соревнованиях, сдают разряды. И также у нас есть командная дисциплина спортивного балета на льду, которая вот очень популярна сейчас в России и идет очень сильное развитие командного спорта. И также, получается, мы развиваем массовый спорт при поддержке, ну, как бы президентской поддержке массового спорта. А что необходимо, чтобы начать заниматься фигурным катанием? Коньки. Что, ну, цель, желание, здоровье. А тренируете ли вы взрослых? Да, у нас также есть группа взрослых, которая занимается выходные дни. А вот у ребят, которые сейчас тренируются, у них есть какие-то перспективы развития выступления на каких-то российских соревнованиях или международных? Наши команды по спортивному балету на льду принимают участие в соревнованиях, которые проводит Федерация Москвы, Московской области. Также мы являемся чемпионами и бронзовыми чемпионами мира среди спортивных балетов на льду. А в целом, какие качества развивает фигурное катание? Сила, выносливость, эстетика, хореографичность, ну, пластичность. И последний вопрос. Что бы вы посоветовали родителям, которые сомневаются, в какую секцию отдать своего ребенка? Почему именно фигурное катание? Я могу сказать по-другому. Приходите в спортивный клуб «Артендайз», который находится в видном, в ледом. Вы увидите, какой работает здесь тренерский состав, насколько доброжелательный, насколько любящий свое дело и детей, вот, и насколько мы охватываем массовость, и насколько мы постоянно участвуем в соревнованиях, завоевываем первые места. Одна из лучших команд в России, вот, тем более, что мы бронзовый призер чемпионата мира. Кто бы мог подумать, но существует целая лига фигурного катания для любителей. И неважно, сколько вам лет, если дух соревнования в вас еще не иссяк. Для спортсменов-любителей в России проводятся целые гран-при. На них не получится завоевать или защитить очередной спортивный разряд. Но возможность выиграть престижную награду любителя обязательно предоставится. А сейчас подошла очередь массового катания. Узнаем о нем поподробнее. Массовое катание на коньках – это давно полюбившаяся активность русского народа. С начала 19 века, еще до появления специальных катков, люди приходили на реки и пруды городов, чтобы насладиться катанием. Однако к началу 20 века многие города уже имели специально отведенные места для катания на коньках. Сегодня массовое катание в России продолжает развиваться. Это занятие является любимым для многих россиян и имеет огромную культурную и спортивную значимость. Сеансы массового катания у нас происходят довольно часто. Расписание массового катания можно будет посмотреть на сайте ледового комплекса. В среднем порядка 2-3 раза в день сеансы массового катания проходят в нашем комплексе. А сколько по времени они длятся? Сеансы массового катания в основном длятся не больше часа, в зависимости от свободного времени расписания, но не более полтора. Чтобы прийти к нам на каток и покататься, для этого нужно только хорошее настроение, потому что все необходимое мы можем предоставить. У нас есть коньки в прокате, поэтому, чтобы покататься, вам нужна только удобная спортивная одежда, в которой вы будете чувствовать комфортно на льду. А если человек совсем не умеет кататься, он может прийти на массовое катание, будет чувствовать себя комфортно? Да, конечно. У нас есть необходимый для этого инструмент, специальный тренажер, который позволяет держать равновесие на катке, когда вы совсем не умеете держаться на катке. И также у нас есть возможность предоставить вам тренера, который может вас обучить первыми азами стояния на кайках. На самом деле спортсменов не так много к нам приходит, где-то порядка 30% от всех занимающихся, поэтому вы будете себя комфортно чувствовать на льду, и никогда не возникает никаких опасных инцидентов, столкновений с спортсменами и противоотдыхающимися. Замечательный вопрос. Есть люди, которые сомневаются, стоит им прийти покататься, не стоит. Что бы вы им посоветовали? Я вам посоветовал обязательно приходить на каток, потому что это продлевает новогоднее настроение. Здесь очень комфортно кататься, совершенно не влияет никакие ни погода, ни осадки, поэтому здесь всегда есть хорошее настроение. В ледовом дворце есть прокат коньков, поэтому за неимением собственного инвентаря без всяких проблем можно воспользоваться общественным. Главное, чтобы у вас было желание выйти на лед. Дорогие телезрители, мы постарались как можно подробнее рассказать вам о преимуществах катания на коньках. В заключение хочется добавить, что, как и любая физическая активность, катание на коньках развивает и укрепляет мышцы, которые не задействованы в обычной жизни, а также, само собой, стимулируют сжигание калорий. Кроме того, регулярное посещение катка увеличивает выносливость сердца, способствует развитию вестибулярного аппарата и, безусловно, дарит массу позитивных эмоций и помогает снять психологическое напряжение. А на сегодня это все. Надеюсь, что после просмотра у вас появилось желание заниматься спортом. С вами была станция «Спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!